Люди, которые боятся, что сахар закончится, скупают его мешками, дабы создать запас. Сегодня мы посетили один из продуктовых супермаркетов, чтобы узнать, почему же сахар стал таким важным для местных жителей и как обстоят дела с его поставками в наш город. Ну, знаете что? Как мы прошли из опыта, так что уместен, я считаю. Вот я в начале, когда 90-е было, я удивляла, думала, что люди с ума посходили. Потом я признала, что это правильный был ход. Ничего не пропало, все было съедено. У кого нет, тот и нет. Прилавки, где обычно лежит сахар, сегодня пустовали. Остальные продукты питания имеются в достаточном количестве. Это касается муки, круп, яиц, овощей и других продуктов первой необходимости. В последние несколько дней в продуктовых супермаркетах нашего города наблюдался большой ажиотаж. Люди массово скупали сахар и муку. Сейчас, как мы видим, на прилавках присутствует и сахар и мука. Сахар сюда заводится по 5 тонн ежедневно, но продается он лишь в ограниченном количестве, по 5 килограмм на руки. Мука в запасах у супермаркетов тоже есть. 25 килограмм, 5 килограмм и 10 килограмм. Бешеного скачка цен на продукты питания тоже пока не наблюдается. 10-килограммовый мешок муки сейчас можно купить по 2500 тенге. Килограмм гречки по 416 тенге, рис по 330 тенге, картофель по 226 тенге, лук по 110 тенге, морковь по 179 тенге, капусту по 328 тенге и яйца по 341 тенге за десяток. Как пояснили нам в администрации супермаркета, поставка сахара идет тоже в прежнем режиме и бесперебойно. Дефицита сахара в нашем супермаркете нету, завозится ежедневно, как обычно. Цены тоже прежние, 369 тенге за килограмм. Но чтобы не было ажиотажа, мы решили продавать его по 5 килограмм на руки, потому что оптовики могут все скупить и потом перепродавать по завышенным ценам. На сегодняшний день в нашей стране дефицита сахара нет. Как передает новостной портал Кастак, его запас в целом составляет порядка 90 тысяч тонн. Его достаточно, заявил министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, отвечая на вопрос премьер-министра страны Смаилова, сегодня на заседании правительства. Также Казахстан по решению ЕАЭС может вывести беспошлино 250 тысяч тонн сахара до 31 августа этого года. Такая информация может вполне утешить граждан, которые, поддаваясь панике, делают запасы сахара, доверяя фейковой информации.